Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаем разговор на тему, как правильно заготовить качественные семена томатов. Вот 5 июля я уже сняла первое видео, которое называлось «Из каких томатов получаются самые лучшие семена?». Там я из сорта Настенька выпускала семена и рассказывала вам, что лучшие самые семена, качественные, получаются из томатов, крупных, созревших на первой или на второй кисти томата. Желательно выбирать те, которые повторяют все свои характерные сортовые качества. Если он должен быть сердцевидным, выбирайте именно сердцевидный, потому что встречаются которые ярко выраженные, сердцевидные, а которые нет, бывают немножко круглые. Вот нужно, чтобы ярко выраженные были сортовые качества, чтобы томат был крупный, чтобы он до конца согрел, созрел на материнском кусте до мягкости прям, и потом из него выпустить семена. Напомню, что не нужно выпускать вот таких F1 гибридов. Ничего хорошего не получится, нужно выпускать семена, заготавливать только с сортовых томатов, которые повторяют из поколения в поколение свои сортовые признаки. Вот мы их выпустили в баночку, и я говорила, что нужно 3-4 дня, чтобы они сбродили, чтобы они дошли до своей кондиции. 5-го числа я это делала, вот я подписала. Сегодня 8-ое, как раз прошло 3 дня, и я вижу, что они готовы. Готовность можете увидеть потому, что томаты осели все на дно. Они все на дне, видите? Вверху вот это вот все, что было мякоть. Они осели на дно, и вверху белая плесень. Это значит, процесс удачно завершен, теперь их можно промыть. Я вот таким ситом пользуюсь, вот, все это содержимое банки, подхожу в раковину, выливаю в это сито, примываю рукой вот так про всю эту, ну, мякоть, которая осталась, полузгнившая. Остаются вот такие чистенькие семена, все. Вытряхиваю их на бумагу, хорошо просушиваю в пакетик и подписываю. Вот так можно получить самые-самые качественные здоровые семена. Многие спрашивают, зачем вот это вот, так, полузгнившие, вот это вот, процесс брожения, гниения. Это очень важный процесс, именно вследствие вот этого, кто закатавливает через брожение у тех самые качественные семена. Потому что все специалисты в области растеневодства в один голос говорят, что именно в процессе вот этого брожения, полугниения, если там были какие-то микробы, болезни, ну, как, болезни, все в кислой среде погибает. Оно, как бы, получается обеззараженное здоровое семя. Поэтому, если нужно вам качественные, именно здоровые семена, то все-таки придется потрудиться через вот этот процесс брожения, гниения. Можно и просто, конечно, выпустить их там как-то механически, вот от этих оболочек склизких отделать. Но, во-первых, они очень тяжело отделяются. А тут они все, как сбраживает, перегнивают вся эта оболочка. И они чистые, хорошие, крупненькие такие семена, без всяких примесей. Вот когда их много, их вообще видно очень хорошо, что они прям чистые, отборные семена. Все. Вот про семена томатов мы поговорили. Главный итог. Не собирайте F1, если вы купили, и написано F1. С него не старайтесь собирать. Если вы решили собрать, оставляйте на первой кисти самую здоровую, самую крупную помидорку. Она даст самое лучшее наследство, потомство. Потом выпускаете, обязательно 3-4 дня процесс брожения, потом тщательное промывание, просушка, упаковка и подписываете. Все. На будущий год у вас будут свои семена. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Там много статей по выращиванию овощей, по всяким методам борьбы. Все-все-все. Фото, видеоматериалы. Добавляйтесь, друзья. Принимаю всех. До свидания. Желаю вам хороших урожаев и начинающим познать все азы огородного дела. Чтобы, вот не знаю, как другие, я вообще почти никогда не хожу в садовый магазин. У меня все семена свои, методы все свои, почти все, все свое. Единственное, от болезни иногда средства покупаю. Но семена можете, любимые свои сорта, развести сами. До свидания.